Рика здесь. И если вы тут впервые, то для полноценного понимания этого ролика, я думаю, что вам необходимо знакомиться с предысторией, которая заключается в том, что полтора года назад я сделал большой ролик про русский рок, в котором прошелся по корифеям жанра, чем вызвал достаточно большое количество шума внутри тусовки, в том числе огромное количество критики и даже конфронтации. Среди которых была как раз группа Луна и, в частности, ее отец Вид, с которым мы срались в Твиттере, что переросло в мою практически полноценную уверенность, что при встрече участники группы Луна либо ее фанаты просто набьют мне ебальник. Спустя год после этого группа Луна зовет меня на концерт. И спустя еще полгода мы снимаем этот подкаст. Что ж там было и как мы сумели расставить точки над И, вы как раз узнаете из этого видоса. Кстати, уже отснято и скоро выйдут подкасты с группой Wild Waze и с группой Tritia. Это финалисты ТНТ Песен. Более того, выйдет еще большущий ролик про Канни Уэста в стиле старого формата 9 целых, если вы, конечно, в курсе. Поэтому я советую вам подписаться на канал, поставить колокольчик, вступить в Телеграм-канал, подписаться на Твиттер и, кстати, ссылки на все это будут в описании. И достаточно важное объявление. Мы ищем админов на наши ресурсы, которые сейчас простаивают там отдельная история с тем, что происходит с пабликом. Тем не менее, ребята, которые умеют писать тексты, которые любят отслеживать новые релизы разных жанров, от маткора до русского хип-хопа, которые заинтересованы в том, чтобы публиковаться, принимать участие в роликах, пишите, во-первых, в комментариях под этим роликом на Ютюбе какие-то свои данные и, может быть, примеры ваших текстов. Либо пишите мне лично на почту, которая, опять же, будет указана в описании. Я все читаю, все просматриваю, не переживайте, поэтому присылайте свои работы, я ищу людей. Ну и перед тем, как начать, я сообщу, что группы Луна в честь десятилетия их группы стартует тур, который начинается 14 февраля в городе Тюмень, если не ошибаюсь. И на этом, кажется, все, поэтому... Начинаем! Йоу! С рэперского приветствия начнем. Сегодня здесь группа Луна в виде самых главных ребят в виде Лу. В лице Лу Вита и их, хотел сказать, сына Лёни. Практически сын, да. Самый младший. Приемный, да. Ну, кстати, мог бы у нас стать сыном нашего гитариста. Панкрасиво, да. По возрасту. А мы с тобой ровесники, по-моему, а ты же... Тридцать лет, мимо. А, ну ты все равно самый такой прям... Самый мелкий, да, блядь. Самый мелкий. А еще, кстати, инициатива была... Помнишь, когда ты на концерт позвал? Подожди, ты в этот год был, я туплю. Сам? Да. А, когда ты на концерт пошел. Да, это было в этот год. Ты меня сейчас спалил. В серьезном смысле, а как? Я никому не сказал, что я тебе написал. Когда вышел твой выпуск... Как это узнал? Подожди, я сам просил его позвать, чтобы он ходил и посмотрел. Чего ты просил? Я сказал, что это вид инициатива, потому что... Я просил Люуду, по-моему, даже. Я просто был уверен практически, не знаю, на 85%... Что мы тебе темную строю? Что да, я сейчас... Подстала, да, облава будет. Просто набьют ебаник. Я такой, ну, зато это интересно, окей. Такой шоу, шоу как на это, на геретингу, да, на шофот. Шофот. Вот раньше, в 90-е годы, был такой формы мясорубка. Там сидели, я помню. Все самые трудовые защитники металла, которые теперь играют в группах Серебро, там, у Арсения Бродина. Ну, не будем, короче, говорить. Так, серебро, ладно, ладно, ладно. Короче, просто все самые главные стражи хардкора, они почему-то по всей сейчас играют. Ну, как бы, вот. Он же нигде вообще не играет. И там, тогда вот такая аргументация всегда была. Вот это вот жесткое там, типа, чуть что там, не то, там все так. Я знаю, где ты живешь, я сейчас приеду. Так, она сейчас есть. Блин, я думаю, уже прошло. Не-не-не, Леня сказал, ну ладно, хотя бы просто прийти, посмотри. Я посмотрел, и потом Люда как раз подходит, турменша, которая. Говорит, там тебя ребята в гримерку зовут. И говорю, ладно. Все, вот он, Бода. Вот просто в тот час. Вот момент пришло. Вот отвечаю. А типа знаешь, как в банде этого мелкого поцелаю, там такой, типа там. Вот честно, лайф мне очень понравился. Но вот вопросы по текстам мне все равно остались. Мне просто интересно. Погнали. Не, вот оно, вот оно, мы ждали этого. Ну, автор текстов, по-моему, всех практически ты, да, получается? Ну, всех, да. Прямо всех. Да, в Луне, да. И в Тракторе практически. Я маленькие правочки уношу. Нет, в Тракторе последний мы делали пополам. Трактор нас не интересует сейчас. Да, но в Луне, в Луне, да, я только маленькие там правосечки уношу периодически. Я просто слушал альбомы старые, пока как бы пробегался по текстам. И, во-первых, я удивился, что, оказывается, еще в первом альбоме, в альбоме десятого года, уже тогда у вас были вот эти темы протестные. Были, да. Да, мне стало, во-первых, интересно. Мы не хиповали никогда на эти. Не-не-не, но сейчас я про другое скорее, про то, что тогда-то вроде все окей же было. Да нет, нет. Самая же трешуха-то. Ну, вы на Болотном, по-моему, еще играли как раз. Мы на Сахарова играли. Она чувствовалась как раз, когда 10 декабря случилось, вот тот самый спонтанный, самый главный. Не-не-не, подожди. Когда был первый альбом, еще не было. Первый альбом, он только-только... Нет, «Время икс» вышел, когда были первые протесты с Навальным на «Чистых прудах». Это вышел наш альбом «Время икс», который был написан и записан еще до этого всего. То есть мы предвосхитили. «Время икс» вообще посвящен этой теме. А как сказал Михалок, цитирую я, господи, забыла кого, «Искусство предвосхищает историю». Потому что оно же в воздухе веет. Ты все равно это слышишь, видишь и чувствуешься. То есть для того, чтобы иметь какую-то неудовлетворенность... Оно это прям ощущалось, реально? Конечно. Не так массово... Просто я был мелкий, а вот этого я еще не искал. Не так массово населением, как сейчас, да? Я не могу тоже про 91-й год говорить, да, потому что я мелкая была. И тогда уже были... Там у нас как раз в текстах первого альбома есть отсылки к терактам, к этим, которые происходили к этим идущим вместе. Вот «Свободное падение» песни про предыдущих вместе. Нашисты, они там книги сжигали, Сорокина что ли, уже тогда. Они устраивали массовые вот эти вот всякие. Это было предтечей. То есть как бы... Теракт метро еще было. Внимание того, что что-то не то, и уже пора менять. Оно начинало появляться. То есть это все к альбому, только начало как-то созревать люди? Нет, оно у меня зрело. Как бы внутри, просто в трактор-болинг, такие темы не поднимались. Я знал, что чуваки не очень это приветствуют. Например, а так как я писал все-таки тексты, которые будут исполняться всей группой, и у нас нет, у нас что в луне, что в трактор-болинг принцип демократии. Ну вот как, например, в большинстве западных групп в той же корне читал, когда интервью, как они делают музыку. Так же, как мы. Сначала музыку, потом Дэвис ходит, рыбу напевает, потом тексты на это. Не как вот... Мне кажется, кстати, это самая классическая схема, разве нет? В России большинство групп основано на отце, отец там самый главный, автор-исполнитель, который придумывает все под гитару и с текстом сразу. Я, кстати, наоборот, мало таких примеров знаю. Ну как? Ну какие? Ну ты альтернативу, наверное, имеешь в виду, а мы все-таки про... Ну, например, допустим, порнофильмы, так, тараканы, так. ДДТ, там, ну... Такие группы, да, понятно, что они основаны на тексте, да, да, да. Ну там, не знаю, ну, короче. Роли-шут тоже. Роли-шут. То есть для меня рок это все-таки даже в западном роке, взять там, начиная от Битлз, Роллинг Стоунс, они все были на протесте всегда. Это вот когда говорят, что, зачем, вот это типа нужно петь о любви или об отношениях. Блин, во всем мире рок это протест. Вот начиная от тех, заканчивая Речи Гейнз Машин, АТЭП, там, я не знаю, Бэд Релижин, Антифлаг, там, не знаю, куча групп. Вот это меня всегда как-то запутывает, в том плане, что если группа изначально начинает с такого протеста, что ли, внезапно этот протест становится популярным, вот где вот эта грань, где этот баланс, чтобы не стать тем, против кого ты борешься. Сложно сказать, что такой популярный протест. Мы когда, когда ничего... Массовая. Я считаю, что самая популярная это как раз музыка. Мы когда говорили там по чесноку то, что мы думаем, нам постоянно плевали все спину, говорили, что мы мудаки, мы раскачиваем лодку, и вообще нам надо хлебало заткнуть, и какого хрена мы вот это все чешем. А те кто говорили? Другие группы? Даже наши коллеги, да, мягко говоря, там, музыканты различные. Я помню, когда время... Сейчас успешно вдруг ни с того ни с сего стали создавать вот эти антипутинские песни. Когда мы это делали просто по наитию, потому что мы чувствовали, что это все зреет. Мы это чувствовали, мы это делали реально на живых эмоциях, а не когда это уже стало телегой, на которую все уже сели и поехали. Мы были мудаками, которые раскачут лодку. Не знаю, мы ее, наверное, не раскачали, конечно, в одинаково. Может, вопросы серии, что рок-группа становится популярной, становится ли она попсой, типа. Я все равно даже прикалываюсь, люблю серии, стоило ли Луне уйти из большой политики, когда резко наше место заняли все остальные, кто нас хаял просто все эти годы подряд. Я не буду называть имен, но я думаю, эти люди догадаются об этом. Если взять группы, если брать чисто вот рок-музыку, я вот только знаю Луны, порнофильмы. Я говорю чисто о том, что там такой прям, ну, у каждой сейчас группы, которая, в принципе, вроде как даже сейчас не касается политики, есть околополитические песни из серии. Ну, понятно, да, что сейчас это стало во многом модно. Все, да, как бы до этого мы слышали очень много лестных слов в свой адрес. Ну, да. Ну, ты же Мирон тоже начал заигрываться. Мирон, да, ну, вот Мирон по этому поводу высказывался. Опять же, я не могу там говорить, насколько он там искренен был или нет, я лишь цитирую, что он говорил о том, что у каждого человека есть некая такая точка кипения, когда ты вроде как немножко так все это пропускаешь мимо, потом в какой-то момент тебя вот прям задевает, и ты уже не можешь молчать. Возможно, да. А с другой стороны, даже если какая-то часть из таких артистов или просто там персонажей из медиасферы просто хайпи, скажем так, идет в трендах, это же тоже, по сути, добавляет от этого снежную кома. Да, вроде как это и типа хайп-хайп. Ну, просто вопрос к искренности, насколько это... Даже если вдруг они это делают неискренне, но они попадают в эти жернова, они все равно привлекут внимание на то же самое массу. Вот я и говорю, это вроде как неплохо, по сути. Это как типа когда Первый канал ведет сборы благотворительности, да. Они на самом деле легально ведутся, да, они никуда эти деньги не деваются, и они, слава вселенной, не попадают к чиновникам, потому что это делают реальную организацию. Каким бы ни был хреновым и убогим этот Первый канал, ну, хоть что-то, даже несмотря на то, что это, опять же, усилиями простых граждан, так как все остальные деньги, которые принадлежат тоже простым гражданам, они уехали в золотые виллы где-нибудь в Ницце, хотя бы вот так. Хотелось высказаться на эту тему, как бы мы высказались полностью, ну, все, что вот могли по этой тематике, ну, вот я так себя считаю. На четвертом. На трех альбомах, на четырех. На четвертом уже закрыли тему, и вот сейчас это стало популярным, но мы, как бы, мы сказали все, что хотели, там, про религию, религию, про, там, режим, там, про, не знаю, про все. Вот если там, допустим, говорить о том, что на этом можно выехать, это ни хрена не крутая тема здесь, в нашей стране, вот так вот рискуя собственной карьерой, вообще, в принципе, жизнью и судьбой, на этом играть. То есть никто же не знает, чем это обернется. Будут закрывать концерты, запрещать группу, признают у экстремистки, посадят, подкинут наркотики, там, еще что-то. Мы были готовы на это, ну, то есть, как бы, вот я лично, как автор текстов, я даже готов был в дерьму сесть за убеждение. Вот, и мы играли на этом митинге Сахарова, там было 100 тысяч человек, ну, это шествие. Вот, и мы там шли, когда к сцене, там, он весь стоит, смотрит, как на говно, как на врагов народу, и ничего в этом приятного нет, на самом деле. Просто ты хочешь высказаться, как бы, и ты делаешь это. Забавно, что вот недавно, как раз, на концерте Фивора подошли ребята, перед входом в клуб, здесь в Питере, подошли ребята, человека 3-4, просто пацаны сфоткались, там, поболтали. В конце они говорят, слушай, мы, если что, из полиции, и ты не думаешь, что мы все, как бы, тут такие плохие. Ну, такое часто случается. Да, и я, как узнал, и начал прям их расспрашивать. Оказалось, что в целом, вот, молодняк, там, лет 20, даже в тех же, там, всяких Росгвардиях, они... Да не только 20, эти, скажем, вот, есть молодняк лет 30. Ну, в основном, они были те, кто с интернетом связан. И что, типа, когда им скажут, идите разгонять митинг, они не пойдут? В том и проблема, в том и проблема, я говорю, а почему... Они могут говорить что угодно. Я вот тоже задаю все время своим знакомым, слушателям. Я говорю, а почему вы не можете? Можно же работать в другой сфере, что они не могут, не умеют ничего делать. Так мыслим, вот, как бы, мы, люди, которые не связаны с какой-то системностью, мне кажется. Потому что люди системные, в принципе, вот есть офигенные книги, мне кажется, кстати, ты, возможно, даже читал «Вся кремлевская рать», может быть, знаешь, что такое. Нет, не читал. Ну, я знаю. Ну, знаешь, ведь. Да, да, да. Там вот как раз объясняется типаж и характер людей, которые находятся, допустим, в политике. И это, в принципе, люди, которые туда попадают, они, в принципе, системные. То есть для них понятие, там, уйти с работы, это немножко не то же самое, что для нас. Это то, о чем мы спорили с тобой насчет Навального. И я когда спросил у пацанов, говорю, блин, вы боитесь, что вас уволят из полиции? Что в этом страшного? Типа миллион других вариантов, как жить, заработать и прочее. И они такие, блин, ну вот у меня там семья вся из военной чины и все такое. То есть у меня люди, в смысле, у меня семья не поймет. Короче, я не знаю, как донести это. Видимо, у человека должно что-то само как-то щелкнуть в гуаре, потому что... По крайней мере, вот есть один живой пример хороший человек, который ушел из полиции. Это турменеджер порнофильма. Да, кстати, у него даже фильм сняли. Да, я видел. Можно же это сделать? Можно же, например, не вступать в нацистскую партию в Германии, да, будучи? Но ты можешь... Тогда тебя могли убить за это. Ну там, сослать в концлагерь, расстрелять. Но все равно люди шли на это, чтобы не быть нацистами. Они там, типа... Ну да, конечно, какой процент есть. И они теряли там все, там вообще семью, жизнь и так далее. Сейчас ничего не будет этому человеку. Ну, идет он из полиции. Но они не хотят делать. Ну и один из парней, которые вот были... Просто тогда не надо говорить, что я не такой. С бутылкой, который... Он же тоже ушел. Да-да-да, он отказался от заявлений своих. Я себя потерпевшим не признаю, потому что у меня летела пластиковая бутылка. Почему я должен как какой-то последний хрен там признавать себя потерпевшим? А сегодня... А парни, которые с ним были, они сначала, типа, как бы тоже сказали, что нет, ничего такого. У него потом пошли. У вас вот бывает такое чувство, кстати, мне кажется, немножко странным и даже ненормальным. У меня оно бывает просто. Я понимаю, что, наверное, это не круто. Это чувство, когда вот ты... Оно мне, кстати, возникло, когда я его прямо в себе ощутил. Когда я смотрел документарку, ИКАР называется, про организацию, которая допинги выявляет на спортивных играх. ВАДА. Да, и вот сейчас как раз запретили же России участвовать. А вот эта документарка еще куда-то два назад вышла, там это все было в процессе. И там показывали вот Россию со стороны как раз в виде профессора, который в организации состоял, и который, на самом деле, прокручивал схемы. Я не знаю, насколько это правда, но там показано, что это якобы правда. Который прокручивал схемы с тем, чтобы допинги могли быть пропущены. И когда там начали всех наказывать, вот этих российских деятелей, я такой прямо, да, да, офигенно. Потом думаю, блин, а по сути, почему я радуюсь, что... Типа, что они не допускают. Ренегат такой, да, типа... Ну, такое, знаешь, странное чувство, когда рад, что наказывают... Или как там, справедливость. Да, разные слова есть такие. Ну, типа, ты свою страну, типа, хейтишь. Потому что, да, ну, как бы в то же время я не то чтобы против страны, а против государства. С ребятами-засранцев, короче. Ну, есть же клевая строчка у Летова, да, вот, которая, ну, в песне Улюмин. Я так люблю свою страну, ненавижу. Да, 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 помню. Это очень правильная строчка, потому что, ну, как бы, это не значит, что ты хочешь... Наоборот, я считаю, что, например, люди несогласные, несогласные люди, которые выходят на митинги, они хотят сделать Россию действительно лучше. Конечно. И избавить ее от воров, жуликов и вот этих, которые оккупировали, узурпировали власть. Ну, по-моему, да. И, собственно, что-то изменить. То есть, понятное дело, можно сомневаться в том же Навальном, там, в Яшине, там, в Собчак, там и так далее. Ну, то есть, они тоже, ну, как бы, не супер, там, вызывают восхищение такое, что, прям, да, ну, там, вопросы есть. Это где нарисовали член вот этой группы Война? Вот, да. Там мост каждый ночью на разводится. Да, крутая была. Вот это, кстати, самая лучшая их акция. Прямо знакомиться с ним на Сахарова с 5-й верзилом как раз это было. Вот мы на Сахарова познакомились с ним. А вот, забавный чел. Когда мы выступали, да. Мы говорим, Виталик, Виталик, пойдем на сцену. Скажешь тебе на крючоку, там, толкнешь. Я такой, блин, Петя, не знаю, что говорить. Он такой, не, ну, скажешь там. И, типа, я, я там, там, ряд музыкантов стоял там, все там, тю-та-та-та-та. Я там в конце, что-то, да будет рок там, типа. Помню, кто-то из артистов, когда турил, там, году, не знаю, в 14-м, по-моему. Кстати, по-моему, это был Ноис, я уже не вспомню сейчас. Ну, могу спутать, с ним было или нет. Ну, короче. С ним, с ним можно писать. То, что было далее. То, что начали отменяться города. Да, у него было. Мне рассказывал их пиарщик, Ноис, как раз тогда его встретил. Он говорит, ну, блин, вообще, там, типа, они слетают один с другим. Краснодар слетал там, Ростов. Да, а в чем потом оказалось дело, то, что... Могу ошибаться в информации, просто я помню с тех пор, там, из каких-то тоже внутренних кругов, то, что было ощущение, что кто-то там сверху отменяет концерты. А на самом деле просто люди знают всю эту предысторию. Они боялись, да, рис, на местах. А тогда даже наверху не доходят. Большинство, кстати, этих историй именно местные человеки. И вот это системное мышление, он так работает. То есть люди, думая, что кто-то их накажет, они заранее сами так, нет, лучше мы вот там запретим. А как бы никакого приказа, ты не обуслуживаются просто. И Хаски та же самая история. Сайс Пик также был. Был священник такой, а геев, короче. Он, типа, обиделся за песню бизнеса. У нас наркотическая была, наверное. Я помню, там строчка про религию есть. А потом когда-то он еще в футболке фрип усирает на Кубани, его там просто вообще попало. Ну, короче, у нас там анафеме предавал, все предавал, а потом сам приставил. Он все время, знаешь, такой фестиваль есть, мод Ярославец. Да, я слышал. Это один из вот прям вот классических вот фестивалей, про которые можно сказать вот те слова, которые про нашествие говорят. Ну, зря, на самом деле. Я хотел поехать, чтобы убедиться. Приезжаем. Кстати, на самом деле мы ездим туда практически с самого основания Луна и увидели, мы тоже этого боялись. То есть мы опасались. Мы рассказывали про интервью, вот это вот четырехчасовое. То, что мы слышали со сцены, это было Ливень Кала, да, действительно, это были группы, там, пикник, чиш, на вот это все. Вот мы там просто сидели, думали, блин, 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 это невозможно. А люди очень приятные, на самом деле, подходили. Вот. И организация нашествия, она на уровне реальных европейских фестивалей. Все, вот там каток есть, там есть эти фудкорты, там есть крафтовые бары, там все очень цивильно, все чисто, дренаж поля, там нету грязи. Ну, то есть бывает грязь, когда она везде бывает. Какие кадры тебе? А? Не, ну я понимаю, что это естественно. Это кадры из нынешних годов. Это было раньше. Я вот специально помню, когда гуглил, я прямо вот за семнадцатый год смотрел. Там было вот это место, когда перенесли парковку. Там как раз затопило все фестивали грязью. Там действительно была проблема, когда машины тонули. Да, но это в области России. Я понимаю, что типа это как бы погода. Знаешь, что произошло? Просто человек, который сдает поле в аренду, он просто никого не предупредил, его перепахало за два месяца. А ты был когда-нибудь в европейских фестивалях? Весь дренаж из страны. Там же происходит все то же самое, я знаю, но в целом. Даллод фест, там чувак сыплен, но чувака, который перед ним стоит. То есть там хуже даже. Там хуже, там как засрано все, а потом поле. Знаешь, единственная претензия к нашествию – это лайнап. Все, то, что они из года в год. А, еще знаешь, что отвечает в нашем фестивале? Ну, например, вот нас, ну, наверное, всех нас выбешивают. Это количество военных, ОМОН и вот этой всей истории. Да, вот это вот не было бы. Вот такого нет на европейском фестивале. Но, с другой стороны, у них, наверное, таких агрессивных людей нет по пьяни, которые могут там типа полезть в бычку. Но в России, мне кажется, это просто форсит таким образом для молодежи, что в армии это нормально. Нет, это замкнутый круг. Просто убери от эту армию, ничего не случится, и кого будут винить потом. Ну, может и не случится. А если случится? Нет, там всегда случаются, кстати. Вы же встали. Просто один товарищ, мне на автографсе есть, и человек просто чуть руку не сломал, и шею. Мы хотели на суток уже, ну, типа там, мы вписали за чуваков, которых типа заламывали там жестко, и прямо на наших глазах в воде. Мы остановили концерт, но мы всегда так делаем, но мы не любим, когда трогают слушателей. Так, забираем ее на пять суток. Ну, короче, Уси там к революции со сцены уже призывала. На порнофильмах за нас за два часа жгли два, двадцать тысяч фаеров, ничего, нормально, торфянник ни у кого не горел. На наиве жгли. Как только мы вышли на сцену, у них начались учения. Мне что-то срать на эти учения. Я концерт выхожу играть. Параллельно где-то учения у них? Да нет, здесь, на площадке. Они провели по одням в кепочках вот этот вот, который учения проводил, как людей заламывать. А, ничего. Естественно, когда они увидели фаера, у них начались учения. Там все, забрало, падает, у них учения. Я спустилась просто там, а я тоже... Мы все выбежали, короче, да. Этих хуями крови, этих хуями крови. Спускайся, передо мной стоит начальник там удмуртской полиции. Ты да пошел ты нахуй, блядь, какого хера вы мне здесь крутите людей, блядь. Он такой, так, Луису... И организатор, мы с ним просто очень давно дружим и хорошие друзья. Он начал со мной такой, ну, блин, это артист, он на адреналине. Говорит, да мне похуй, давай уводи меня на пять суток. Я говорю, ребенка не увижу своего, у тебя потом вся страна хуями покроет за то, что я говорю, сейчас к сыну своему трехлетнему не вернусь, блин, за то, что ты, мудак, меня в клетку посадишь с проститутками, блин, алкашами, за то, что я, блин, спасала чуваков, которые жгли фаера. Давай, вперед, говорю, давай, зажигай. И все, он сливался, естественно, домой спать. Причем, я не могу сказать, что мы любим вот эти флешмобы. Ну, как бы да, это то, что люди хотят делать. Ну, не просто проявляют так свои чувства, ну, жгут фаера, ну, блин, это же не внутри помещения. Ну, да, это же улица. Там, как бы да, ну вот, и, собственно, после этого мы внесли в райдер пункт, что на наших выступлениях не должно стоять военных, ментов перед цены. А так можно в фестах сделать? На фестах сложно, а на наших концертах только ЧОП, там, например, ну, какие-то охранники, вот. То есть, не военные, не какие-то менты. Мы всегда все время просим. Мы даже на фестивалях, если. А, на фестивалях мы просим просто уйти их. Мы просим, да, уходить именно с служителей. Короче, еще немножко предыстория, что я, там, не знаю, года на два, наверное, выпал прям из музла, потому что там снимал вот там всякие темы. И тут, как бы, мне стало интересно, что происходит вообще с русским, там, металлом, роком вообще. Честно, не помню, но у вас были большие сборы, ну, как и сейчас, имею в виду, что прям видно, что огромный зал, это стадиум, да, там, упорнофильмы, большие сборы, такую дому. То есть, типа, вот это, получается, хедлайнеры русского рока, скажем так. Я начал думать, типа, хедлайнеры русского рока не изменились. Те хедлайнеры так и остались. Как был сплинт от этого. О, сколько они собирают. Ну, я почему-то как-то... Так они не остались. То есть, мы... Я не была интереса, я тебе просто чуть-чуть перебью. Мы нашествие до сих пор, а может, даже на этом не будем выступать, нас не пригласят, выступаем днем практически, понимаешь? Несмотря на то, что... А кто там сейчас? Наши сборы... Не, между в самом топе ДТТ, считай. Ну, там, кто там после нас обычно. ДТТ, Гранд, Чаев, Почти, Б2. ДТТ, Гранд, Чаев, Б2. Алиса бы тоже была вечером, если бы... Мне кажется, единственная группа, которая сопоставима с нашими сборами, это Б2, наверное, да? Ну, Сурганова, Арбенина. Потому что остальные вот сто пудов меньше. Ну, как бы, но это не влияет ни на что. То есть, мы для них такие же аутсайдеры. Мы на нашем радио аутсайдеры и такой, типа, знаешь, слишком громко, слишком альтернативно и так далее. Ну, окей. Ну, вот Арбенин, это, конечно, прям вот боль. Но к чему это все говорю? То, что у меня вот этот, как бы, ком всего, всех этих эмоций настолько накопился, что, на самом деле, когда я уже пересматривал видос, там, не знаю, через полгода, когда я читал комментарии, весь фидбэк получил, я понял, что, конечно... Ну, я прекрасно понимаю, что ролик дико субъективный, потому что это был такой вот период моей, вот этой моей боли, которая выплеснула на всех, кого тогда видел. Вот, кстати, нашли от порнофильмов. Если вдруг там тебя пригласят на концерт. Не ходи. Не-не, я послушал на самом деле. Володя после ролика может поднять. Не, Володя, нет. Она просто намекает на то, что там, если в гримерку позовут, не ходи. А. Там ребята... Что это? Они там выкупляются? Да нет. Вот там тебе можно грозить, Тома. Там, там, может быть, заподняли. А, они хотели мне... Да никто не хочет, не хочет. Да не беда, я же готов. Просто дело-то в другом. Ладно, ну зачем, цивилизованные люди. Дело-то в другом, что, короче, мне кажется, вообще в прошлом осталась эта тема. Жанровая, но ты же понимаешь, что порнофильмы более жанровые узко направленные. Да, это боталлические, а там музыкальные. Конечно, это панк-рок. Я отвечаю. У нас на место, типа, у нас есть и панк-рок, и гранж, и альтернативный металл. У них прям прямой тупой панк-рок дворовый. У них стиль, у них стиль панк-рок. А у нас такой фьюжн как бы. Я понимаю, да. Поэтому, знаешь, вот, ну скажите, какое другое? Вот мы и есть другое. А насчет посыла, вот, ну, возьмем. А, ты имеешь в виду посыл протестный? У вас похож он, да. А я про то, что скорее... Есть группа, которая поет романтический рок с латинским уклоном, собирают 800 человек без рекламы, без всего, без нарожки. Естественно, они их не будут знать. А кто это? Маскала. Маскала, да, вот, к примеру. Но просто они не звенят там с каждого угла на радио, да, но у них посыл вообще сторонний. И там действительно это женская доля, как бы женская психология, которая вот воспевается в таком вот виде. 800 человек спокойно собирают люди, 900 в зале. Вот есть нервы. Стадиум солд-аут, пожалуйста. Ну, это вот все эти примеры по пальцу можно перечитать. Мне просто грустно в целом за индустрию. А ты не задумывался над тем, что... Я не хочу, допустим, восхвалять нас. Или там... Ну, ты не задумывался над тем, что... Почему так происходит? Почему эти группы... Постоянно. Может быть, им не хватает что-то такого материала, что-то торкает большие массы людей. То есть, как бы... Мы же, когда в трактор-боллинг играли в те времена, когда альтернатива была, у нас не было поддержки медиа вообще. Мы сами достигли, вот, как и психея... Даже был Иван, по-моему, уже. Иван был позже немного. В трактор-боллинг, честно, положу руку Насте, зауважая всех чуваков с Ивана, с которыми сейчас контактируем. Что они непричастны. Мы там были аутсайдерами. Мы постоянно были на сливе. Перманентно просто. Мы никогда не были в тусовке. Когда рулила психея, мы были там... Ну, не знаю, потому что мы, наверное... Был питерский анклав, который ворвался вот этим своей вот этой вот напористостью. Мы просто играли рок такой. Рок с тёлкой на вокале. Немодные чуваки там, чёлок у нас не было. Потом у нас кудрявых волос там не было. Потом у нас не было того, не было того. Но зато все эти шоблы, которые развалились, выжил только трактор-боллинг, который теперь вот здравствуйте. На том же наше радио были и Аматори, и Animal Jazz в разное время. И кто там ещё только не был из этих групп альтернативных. Я слезил, смотрел. Ну, как бы... При этом кому-то... Допустим, у нас получилось так, что вот почему-то наша музыка, она как-то вот в эту аудиторию зашла. Допустим, Аматори крутились там и... С такой, с балладой, да, там, Дыши со мной, по-моему. Они на максим крутились. Да, и Animal Jazz там вообще не вылезают. Ну, вот нас там очень мало крутят, а Animal Jazz там постоянно крутят. Стабильная, стабильная туча. Ну, как бы они вот достигли какой-то планки, и, видимо, дальше, допустим, ну, не могут. Дмитрий... Порубов, я думаю, да. Короче, кричит о своей, там, типа, значит, уникальности, гениальности и так далее. Ну, вот, блин, значит, он не торкает людей так, чтобы... Это не важно, как бы, есть там какие-то медиаканалы, нет медиаканалов. Можно крутить говно по телевизору целыми днями, на него ходить не будут. Сколько было проектов, которые так, типа, канули в лету, их там раскручивали, 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 и ничего не получилось. То есть, как бы, это, мне кажется, что дело, там, в нишевости, там, в том, что чуваки, например, какие-то, там, поют на английском языке, и это не близко людям. Короче, в плане развития, скажем так, не в плане даже музыки, скорее, а в плане развития, вот, в целом индустрии, такое ощущение, что я не то, чтобы... Не то, чтобы она даже осталась там же, где была, а как будто она вернулась в прошлое. Когда я посмотрел вот наше ТВ, и, там, о чем они говорят, как все там снято, как у них, какие группы приходят. Но если ты прошелся правильно, там, действительно, все очень газово сделано. И, а потом, знаете, в чем прикол? Что мне написало несколько людей, я даже потом познакомился с Дашей, которая, как раз, помню, с вами была... Много ребят написало, которые были молодые, и они говорят, что они долгое время, на самом деле, боролись, там, с кем-то, кто, видимо, все это решает, и у них никак не получается пробить вот эту стену. Там очень-очень большая текучка очень крутых ведущих молодых, которые просто сливают нас. И вот это обидно, потому что можно сделать крутой канал. Конечно, можно. Вот, хочешь, я расскажу эту историю, как мы попали на наше радио. Короче говоря, мы записали альбом «Сделай громче», первый дебютный «Луна», и мы даже не собирались его давать на наше радио, потому что в свое время мы пообломались там вся альтернативная грядка, пыталась в разное время давать свои альбомы туда, и всегда говорили, нет, это не формат, короче, это не подходит. Да, я слышал про это. Более того, мы там записали акустический альбом «Трактор Боулин», который, вот если послушать, он звучит, но очень... Форматно. Ну, как, я не знаю, что такое формат, ну, мягкий такой, типа, и нас тогда тоже послали, сказали, типа, не формат. Нет, нам сказали, что если бы у вас мальчик пел, было бы, наверное, лучше. Вот, и, короче говоря, и мы записали этот альбом «Сделай громче» и не отдавали его на наше радио. Был, вернее, есть такой журналист Борис Барабанов, он в газете «Коммерсант» был музыкальным обозревателем. Ему от лейбл или от нашей пиар-службы попал в руки этот диск. Он его послушал, услышал песню, услышал песни вот эти протесты, протестные. И мне звонит ночью наша пиарщица, и я помню, такой, она такая, вид, представляешь, нас взяли на наше радио. Я такой, что, куда? Он говорит, на наше радио. Я такой, а, в смысле, что им понравилась баллада? Ну, там у нас во мне есть. Я такой, да нет, ты никогда не угадаешь, какую песню взяли. Я такой, какую? Бойцовский клуб. Бойцовский клуб. Я такой, нет, блин, я хочу еще жить. Я вообще не хочу в тюрьму. Типа, я говорю, это еще прикол. Типа, самый радикальный, жесткий, она жесткая, она такая. Она продержалась 16 недель на втором месте. Да, она дошла чуть ли не до первого места. И мы получили за это тоже какую-то песню, не песню года, а что такое? Открытие года. Хит года. И после этого, понимаешь, и после этого к нам приклеивает ярлык, типа, группу нашего радио, говно-рок, русский рок. Да хрена лысого. Мы были альтернативным роком и остаемся. Ну, то есть у нас пониженный строй мы играем, по сути, около металл. То есть у нас тексты, которые я пишу я, я писал тексты в трактор-бойнинг. У меня нет переключателя мозгов. Тот же самый человек. Наоборот, дверцу приоткрыли. Мне потом как начали все коллеги написать. Лусь, как? А дай контакты. А через кого? А что, куда? Я говорю, зайдай. Да я сама, господи. Не, Филипп именно, он был, он очень революционер, он настроен сам по себе. Там и он был такой, потом и Леша Глазатов был тоже такой же. Но они, я понимаю, ушли, да, видимо? Их ушли, да. Их ушли. Они были очень настроены, они достаточно были либеральных взглядов, чуваки, все вот чуваки, они их ушли очень... Они прям вот сколько мы там были, мы увидели смену четырех программных директоров, мы увидели смену целых скопов ведущих, которые были. Прямо они все просто текли, 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 и сейчас вот последние две мои фактически уже прям добрейшие подруги фактически, вот они прям тоже недавно покинули помещение, скажем так. Вот, и двое людей, которые при нас вот уходили, они реально были очень крайне либеральных взглядов. То, что Глазатов тот же ставил, там сначала он хотел кто-то, кто если не мы ставит, потом каждый вправе поставил с Михалком, где мы там зачитываем декларацию прав человека. Да, про ОМОН и иностранцев как раз. То есть они там не маму выбирали, не мир и любовь там, они выбирали вот, и они у себя там типа голосованием среди молодняка, который на радио работал, они выбирали именно песни такие, которые прям ну... И на той же главной сцене нашествие, куда нас сразу поставили с первого же года нашей ротации, мы всегда исполняли песни максимально жесткие, вообще нам никто не говорил там, это не пойте, это пойте. Ну там, да, там требовали на дно, только не материться. И время икс там, и все. Я думаю, что мы таким образом наоборот прорубали окно, сделали благое дело для этой тусы, которая нас начала обкладывать хуями, ну типа то, что мы попали на главную сцену, мы там стали собирать залы. Ну это помогло, конечно. И поэтому мне было обидно твой ролик смотреть и слушать, поэтому мы тебя и пригласили, чтобы ты посмотрел как это вживую, там происходит, допустим. Потом я начали расчехвостить все эти, сначала потом рэперы, потом эти. Что-то нашли там какой-то в тексте, оксимарон, вот это вот. Это я искал. Да, да, вот типа они начали это цитировать, Мирон что-то написал, что типа вот, наконец-то я дожил до тех времен, когда типа панки лезут на рэперов, да, я такой, блин, да и мы сами слушаем хип-хоп. Вообще там нет негативного посыла никакого вообще, потому что я Версус, блин, смотрел. В этой песне поется про, вот, которую сейчас сказал. Шум? Нет, про там, где возводят на трон. Где тренд плодит легион и возводят на трон новый русский хип-хоп. Поется про то, что главная музыка, надо делать музыку, это относится и к русскому року, не три аккорда играть, а все-таки как-то развиваться. И в хип-хопе все-таки тоже хотелось, сейчас они все стремятся, бенды делают новые, ну то есть это круто. Это главное, правда, не тырить биты. Не всегда хорошо, точнее, далеко не всегда хорошо, конечно. Ну зато попытки, попытка не пытка. А про, что мы говорили? Шум, песня шум. Сейчас шум нет. Она про хайп. Про блогеров, про фрешменов, там, я не знаю, про все, что угодно. Ну про все, что типа хайпует на первые две-три недели. Смотри, сама фраза «гнойный оксюмарон» она не несет негативного контекста ни к одному, ни к другому. Я их батл смотрел, и мне гнойный вызывает симпатию, оксимарон, оксимарон, оксимирон тоже вызывает симпатию. Я не слушаю их, вот Леня слушает. Типа играться. Я, ну, не симпатичен оксимирон. Вот. Песня использовала самые хайповые слова того времени. Тогда версусы были. Это было как описание того времени, понимаешь? «Гнойный оксюмарон» — это то, что происходит вокруг вот этой всей истории. Это хайп, этот раздутый из ничего. Большинство же смотрящих, они даже не понимают, а то, что эти люди друг другу в лицо говорят, они просто в принципе не врубаются. Вот эти блогеры, которые пастят какую-то хрень, которые смотрят дети. Песня «Лопасти», ты ее там, по-моему, тоже приводил, где вливайся хайншин на крутой рок, а теперь вздевайся в крутой блок. Знаешь, почему, кстати? Потому что, понятное дело, что не в каждом треке это звучит, но просто вот в общем, если так вот порандомить треки с разных альбомов, то постоянно есть упоминания рока, рок-н-ролла. Вот это мне прям... Ну, это наш стильок такой. Ну, любим мы там... Раньше шли в левайсах на крутой рок, а сейчас девайсах под тупой блок. То есть у этого слова рок-н-ролл у нас, в нашем понимании, несколько понятий. Есть одно понимание, как стиль музыки, есть рок-н-ролл, это рок-н-ролл, это стиль жизни такой. В основном, в текстах поздних альбомов, это упоминается в ироничном ключе, о таком. Время спасать рок-н-ролл. Ну, блин, включай слово с пол. Ну, с другой точки зрения, сейчас рок-н-ролл периодически спасать надо все-таки, да. Просто если бы люди понимали, насколько сложно вкладывать слова в такую маленькую, минималистичную рыбу, где все пропивается, это очень тяжело, чтобы нанести, он такие, вот, а вот, типа, Никонов, там, или, там, знаешь, у любого хип-хопера, или, там, панка, это место уже полпоэмы вмешает. Он прям стихи фигачит. Если у меня была такая возможность, я бы, наверное, тоже, ну, мог бы больше выразить. То есть, соглашусь, да, тут действительно... И в хип-хопе есть удобная форма для того, чтобы выразить прям... Она свободна, в принципе. И ты сразу такой интеллектуал, там, выразил мысль. Да, и там вот эти все-все-все, флоу-не-флоу, ты что-то там со строчки-строчки переносишь, слово-слово-переносишь, ты так в песне не сделаешь. Да. Как ты не... А песня паропов может... Луся там спела три слова за куплет. Метал-хип-хоп. А мне еще надо же всегда, чтобы у меня там, где я пою... В демке там должно быть э. Потому что the voice... Все ограничивается. The main stop. Как сказал Майк Паттон. Это серьезная работа. Там, где я в демке сделал э-э-а, я хоть... Я забью... Я могу забить на смысл песен, но фонетически это будет э-э-а. Там беру время, там... Естественно, но... Частично текст ко времени хотя бы я описал. Все равно нам, как мы сломали там всю голову, у нас в итоге вышло... И-и-и-и-и-и-и-и. Не проси-и-и-и-и-и-и! Поэтому это все со всех точек зрения гораздо более геморройная работа, чем вместить вот этот поэтический трактат. Его сложно прочитать, да. Поэтому есть классные ребята, как Бэк Эмси. Без них тоже никуда. Потому что слюнями и зальешься. Вот видишь, ты сам говоришь, типа, вам не кажется, что это перетекает в хип-хоп? Ну, а если мы не будем, наверное, слишком прямолинейными и такими безыскусными там средствами, типа спасай рок-н-ролл, да? Если мы не будем это двигать как-то в другую сторону и как бы сподвигать на то, чтобы люди делали рок-музыку больше, ну, как бы делали именно музыку. То есть, ну, а кто тогда? Ну, блин, если никто это не делает? Ну, пусть будем мы, допустим. Кто хотя бы призывает к тому, что возьми инструмент, блин, чувак, играй. На самом деле, там крутое, мне дико нравится интро, где вот это такой долгий разгон, расплевочек. Плюсы. В таком стиле этно, я не знаю, как это называется. Шаманский такой. Вот это мне, кстати, очень понравилось. Мы же с этого начинали, мы поэтому я очень просил ребят очень долго к этому вернуться, постараться, потому что мы под влиянием нашего небезызвестного уже на данный момент, все время с нами находящегося, Сергея Панкратева, мы пришли немножко от истоков, от нашего кора, с которого мы начинали, пришли вот крык, 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 крык. А я вообще, ну, я вот сама по себе, я не любитель мажора вообще в ладу, как бы. Я не люблю мажорной лады, я прям, я за минор, поэтому даже когда мы делали песню «Сделай громче», там, на совершенно мажорном ладу, еще на первом альбоме я умудрилась в пиндюре туда минорную вокальную мелодию, и благо мне это удалось, и я на сих пор хотя бы могу пережить это сама, вот. Я очень долго просила ребят вернуться к востоку, с которым мы начинали, с того самого, с которым мы вообще, это одна из причин была, по которой мы группу стали собирать, чтобы вот это вот наоборот развивать, как бы вот это вот. Ну, там, Киановщина, вот это все. Потому что это и во мне как бы есть, это и в музыке есть, потому что она изначально, все-таки восточная музыка, она круче, чем западная, как бы западная, она рифовая, да, и если мы ее объединим именно с восточной мелодикой, это получится вот то самое, с чего мы вообще начинали изначально. Я просто резюмирую, просто чтобы все было понятно. Звездный час, он о том, что все мы разные, и все имеют право на жизнь, и наоборот, он просто меня... Он очень большой. Да, он был... Люди не дослушат его до конца просто. Было просто обидно за то, что он как раз наоборот другой, естественно, другие на нем, где о преемственности поколений. Пусть придут чуваки, они идут за нами, и вот они пусть делают это. Да, это альбом противостояния. Мы сами говорим о том, что, блин, мы только рады. Палюса разные, молодежь, взрослые люди, рок-хик-хоп, политика, народ. О любом противостоянии всего, идеология, ценз. Про то, что раньше было «Рок», сейчас «Блок», это не обличение молодежи или кого-то, это про нас. Это песня про нас. Новое поколение, которое приходит на смену другому, это круто. То есть мы за смену этого. И вот эта закостенелась главная сцена нашествия, это просто бич такой же для нас, как и для музыкантов, которые играют на малой сцене. Абсолютно точно такой же. Потому что, ну, это нельзя. Это как вот бич у нас в политической жизни. Бич, бич. Закостенелость. У меня два. Такая же и на небосклоне российской рок-сцены. И это хочется менять, но, к сожалению, пока вот так. Мы, как можем, со своей стороны пытаемся этому содействовать, внедряясь, так сказать, в эти ряды, но мы никогда не прогибались ни по нашей радио, ни под форматы, никогда не делали это говно. Не под изменчивый мир. Именно поэтому наши киновые песни. Потому что никто из нас вообще не слушает эту музыку. Движуха нужна общая. Нужен коллективизм. Это то, о чем ты, то насчет чего ты как раз и переживал в своем том самом выпуске. И до сих пор переживаю. Потому что мне хочется... И в комментариях, что если вот, типа, случилось такое в хип-хопе, собралась некая братья. Случилось бы что-то вот такое. Там старички, и мы однако не взаимодействовали. Ну, вот, предположим, случилось бы с кем-то там из музыкантов в нашей Тусе. Ну, впрыглось бы, ну, групп 5, наверное, да, от силы, мне кажется. Ну, реально. Что случилось? Ну, предположим, какая-то вот политическая ситуация, как было с Хаски. С Хаски. Да. А у нас, ну, представь. Ну, мы бы впрыглись. Ну, мы бы впрыглись. Тараканы, порнофильмы, Анакондас, Максим. Ну, Нойз МС, все. И Нойз МС, и Анакондас, и то те, и по те самые. То есть, те говнари, которых хейтят за их излишнюю политизированность и так далее. Как бы да, еще. ТДТ бы за тебя впрыглись? Ну, может быть, даже да. Да, причем-то ДДТ. Ну, не знаю. Толян бы впрягся, как ты думаешь? Слушай, не могу за него отвечать. Не, ну, может быть, кто-то впрягся бы. Более малое количество, я думаю, чем... Я не говорю, что как бы вы должны взять на себя эту роль и там продвигать всех. Я просто про то, что как бы... Это такой, знаете, риторический вопрос. Не конкретно к вам, скорее, в воздух. То, что хочется, чтобы было какое-то взаимодействие. Создать движение, это сложно, да. Мне кажется, это циклический процесс, который будет вот... Причем вне музыки. Когда-то он опять наступит, да, возможно. Пока Дмитрий Борисович хейтит группу, мы помогаем. Кажется, при всем уважении... Дмитрий Борисович, мы не можем. Но вне музыки больше в прошлый раз Питерина встретились? Какой стол был круглый? Кто за него был стол? Вот это хороший пример. Да, вот, пожалуйста. Он, конечно, превратился во мрачняк. Я видел видосы, там была какая-то жесть. Наша взаимодействие творческое. Алина, эскиз, там очень хорошо. Мы проводили с трактором, у нас было два своих фестиваля. Алина, кстати, тоже проводит сейчас новая волна. Дети кукурузы и центр тяжести. Но это было давно. Ну вот, мы там ставили... Итак, Дмитрий Борисович впервые блеснул. Может, один из разов, который первый в Психея в Москве. Это как раз когда Паша Клинов навязал нам группу Психея. У нас был уже полный лайнап. Я сейчас скажу сакральную мысль. После этого меня будет он покричать, что я хуесос. Давай, погнали. Ну да, ну как бы вот Клинов позвонил. Говорит, слушай, там Психея есть. Можешь это? Я такой, блин, у нас уже лайнап собран. Там типа из Минска люди едут. Откуда? Ну пожалуйста, короче. И вот мы поставили их. Там Дмитрий Борисович за мной как собачка бегал. Виталик, не можно нас в конце не ставить? После вас? Говна на вентилятор сейчас. Я предлагаю это отдельной ставкой. Тизер. Тем не менее. То есть, ну, потом они вышли после нас, рабанули. Там клуб остался весь. И мы такие, нихрена. И тогда люди прямо прозрели. Может быть, это стало одним из поворотных... А это какой год был? Это какое-то начало нулевых. У меня только две. Нет, три. Три с половиной российские группы могут... Ну, есть плееры. Это седьмая раса. Сейчас объясню вам. Одна-две песни. Седьмая раса. Два альбома. Это практически весь материал. Пионерлагерь, Пыльная Радуга. Это группа, которую я могу слушать. Это очень круто, я фанат очень. Я считаю, что пионерлагерь Пыльная Радуга это лучший музыкант со-дружества музыкантов, которые появились на территории Российской Федерации и в лирическом, и в музыкальном плане. Седьмая раса. Это мои любимые, наверное, просто люди. У меня тоже есть подписанные. В целом практически все, да, кто в этой команде был. Начинает Саши, заканчивая Говоруном. Я считаю, что они на самом деле для меня лично, наверное, дверь именно в российскую альтернативу прям как бы приоткрыли. Animal Jazz. Это тоже группа, чья либом у меня реально может прямо вот есть в плеере. Никому так назвать? Я не отдам. Я там просто... Просто в трамку пускала там фонтаны. Вот. Это часть композиции, побольше части новых альбомов. А психиакия тебе песня нравится. Так, тихо, тихо, тихо. Психиакия песня. Подожди, подожди, подожди. Это две, три. Шумы вместо слова психи. Это группа Тараканы, часть композиции группы Тараканы, часть стеблых композиций группы порнофильма. Именно тогда, как типа вот русская мечта, ааа, спиздите, шикпи, это мое. Я вот, вот это я разделяю. Вот то, что то, где мы больше жалеем себя и обвиняем кого-то в наших бедах, я не очень разделяю. А вот, когда мы плюем в лицо нашими бедами, я разделяю. Потому что я все-таки человек более циничный в этом плане. Потому что я считаю, что как бы, во-первых, народ достоин своих правителей. Во-вторых, мы сами в своих проблемах виноваты. И поэтому только мы сами можем их исправить. А психия, ну, блин, сложно, слушай, там у них вот это все, все, что было... Ну, а вы, какому свою любимую скажи. В-в-в, вот этот вот мир. Мой маленький мир. Да, да, да. Ой, мне очень нравится. Камень заточенный, нежный, Серебряной пулей. Все, что хотел, все, что искал. Ой-ой-ой-ой. Эта часть, эта часть сгладила все. Нет, бесконечные стык шагов, что тебе нравится? Да, да, да. Мальчик-девочка. Давай только вот это вставь. Шип Спирс. Шип Спирс. Это, которое, саморазрушение? Да. Это же рифт-рактор боулинг. Да как там здесь? Извините, конечно, у вас у всех, у вас у всех на тот момент, у вас у всех и у трактор боулинг, у всех у вас был один рифкорн, как бы, давайте об этом не будем спорить. У вас у всех был рифкорн, который был он же, рифт-рактор боулинг. Поэтому я даже не берусь за это говорить, как бы. Так, я тут обострел немного, подкинул. Дядь, Саша, не обиделся. Прости меня, дядь Саш. Ну, как бы, и грек, прости меня тоже, но, как бы. Короче, я считаю, что Дмитрий Борисович крутой чувак. Охуенный лимбийский. Пиздок. Он интервью, зажигается. Пукан, зажигается. Пукан, зажигается. Каждый в интервью. Немножко потерялся. Я обожаю. Блин, если бы не было интервью у Дмитрия Борисовича, я вообще в интернет бы не смотрела. Правда. Ну, реально. Это тот как раз персонаж, который... Ты, кстати, говорил проединение? Проединение, проединение движения. Я считаю, что Дмитрий Борисович выбрал очень крутой вектор, потому что раз, и как-то все случилось. Он может даже альбом не выпускать. Он просто может... Все очень грамотно. Я понял. Все сразу вспомнили название вот этих групп. Короче, будет вдруг. Неозначай. Когда, значит, через 10 лет условных будет передача «Голос», программа «Голос», и там сидят в креслах, знаешь? Все говорят. Сейчас есть самый гниж, там, Градский. Его уже там нет давно. Да, да. Ну, самый такой козел, который не поворачивается и хейтит. Говорит, я поел лучше всех. Вот это вот. А будет Борисович сидеть, короче, в этом кресле. Это альтернативный голос будет. Да, да. Там типа Катриров, там Темос, Люмин, такие темоси. Цветы, хорошие песни. А это такое пошло. Расщепление пошло, расщепление. Фак оф. Мне Борисович просто не прикурил, что он блогер, на самом деле. Ему надо было вот становиться блогером. Это как раз то. О, это его фишка. Только не говоришь, что на кроле шуте вырос. Мы, кстати, с тобой уже общались. Гримерки, не помнишь. Не, 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 не. Он в реформе тоже. Все выросли дети. Просто сегодня мы в конфотаре выяснили, что и Корзов тоже выросли. Потом и говорите, сколько лет ему 29. В общем, в этом возрасте, видимо, все почему-то раздевали. Ваня и вот наш поколение. Я, Ваня, Тема, вот так это как мы сейчас по 35-36-30. Вот этот вот мы на самом топом выросли. У нас там Ленкен-Парк. Плохо. На топовом. А, топовым. Вот Ленкен-Парк, Слепнотик у нас там. У нас вообще, по-моему, вот как раз в это время из русского рока вообще не... Ну, ты миша, когда школа, последний класс, вот последний класс, школа и первый класс, у него первый класс, у него первый класс, у него первый курс. вот отличается от него, от него прям вообще очень весело. В общем, я тоже Ленкен-Парк вырос просто после короля, что-то уже. Но ты уже выросла на таких альбомах, которые... Нет, ну, естественно, после у меня был, типа, уже еще в школе, у меня же был Green Day, Bad Religion, но Spring, но как бы иметь в виду самое начало, с чего... А я вообще, слушай, я... Так вы же в Москве росли, наверное, все, да? Нет, я серпухаю. А, осенью. Ну, из-под Москвы. У меня интернет не было до первого курса вообще. Когда твои музыкальные вкусы формировались, это было... Вкусы у меня формировались, это вот MTV-шная история была, как раз в то время там появился первый клип Korn. Просто так к тому, что я заметил, что вот вкусы тех, кто рос там в Питере или в Москве или в каких-то крупных городах, у кого был интернет там или хотя бы MTV... У меня вообще до первого курса не было, потому что интернет-магомпания была. У них вкусы кардинально отличаются, потому что до меня с этой волны дошла очень поздно. Вот реально, когда в 2009 году только появился интернет бездемитный, я только тогда она начала выкачивать музыку. Вот у меня с радио Ультра звучит. Ты имеешь в виду западную музыку? Вообще, в целом. Потому что до этого у меня было, знаешь, что есть у всех, то я и слушал. Типа те же Ленкин Парк условно. Эмином, я помню, было тогда. У меня как-то прям миновало вся эта история. Я признаюсь, честно, я реально слушал Роксет. Роксет, пушка просто. У меня причем голос даже встал благодаря вообще этой всей истории, потому что я постоянно пела и у меня как бы, знаешь, когда прием съема типа голоса, он прямо даже по частотной характеристике, как у Марии, как бы такое получилось, видимо, там, с детства. Вот. И у меня как бы чередовались Роксет, Пинк Флойд и Металлика. У меня не встал голос, к сожалению. Нет, это все. Он уже не встанет. Слушаешь там? Ну, как горшок можно? Какой голос не... Нет, подожди, Аду, это все... Раньше же с гитарами люди собирались в дворе. Нет, у нас вообще этого не было. Что, не было такое? Как песню маму поется. У нас какой-то очень... У нас роллеры скитеры были одни, да. Как тогда вас врачок затянул, если у вас... Вот у тебя были друзья с гитарой? Вот пошла ради ультра, я как раз поступила на первый курс. И я такая, уууу, наконец-то тебе появилось музло, в которое я тоже хочу играть. Потому что я когда закончила музыкалку, я дико изновидела музыку и примерно год вообще не могла ее просто воспринимать физически. И вот я просто... Брат у меня как раз мелкий начал слушать, и он подстил на Линкен-Парк. Он на 5 лет у меня младше. Мы были 13 или там 12 лет. О, вот это... И он мне такой, типа, дал послушать. Тот самый возраст. И я такой, ооо, типа, ничего себе. И сразу же, там, типа, на третий-четвертый месяц пребывания в школе, говорит, универиум, собрали группу, там, знаешь, как мы переписались? Через журнал New Musical Express. В смысле, форум, видимо, какой-то. Там форум в журнале, в журнале прям. Дожди, в пьете, между впечатлением. Меня там два раза публиковали. А, впечатлением журнале? Одно письмо было по поиске гитариста, второе письмо там, где я расстроилась, что они обосрали Линкен-Парк. А я, короче, учился в школе, там одни быки были, ну, и гопники. Вот, и, короче, я сначала слушал, как все, там, типа, MC Hammer, ну, короче, я был Буду. Я живу в Строгино, а через речку Тушинский райдром приехал ли монстр рока слушан? Это вот 91-й год когда был? Да, 91-й год. Мне было 13 лет. Алкоголь в степле? Да. Я катался на велике по речке, ну, там, на речке в парке, а через речку шел фестиваль. И меня так взбудоражило это событие. А там все слышно было, наверное. Вообще просто. Ну, то есть там цена была направлена на Строгино. Она была далеко, она достаточно от реки, но там такое количество киловатт привезли, что когда ACDC вечером ударили, и мы повысили, видимо, еще децибел, у нас стекла дрожали, прям мы сидели, мы сидели дома, у нас стекла дрожали, короче. Деревец. Я пришел домой и говорю, ма, типа, мне нужно туда. Приезжаем, выход на поверхность. А там свободный вход, по-моему, был, да? Свободный вход, мы выходим, там как будто, ну, ядерная война прошла. Заходим на это поле, там куча обдолбанных этих металлистов, панков, вертолеты летают военные, какие-то ментов там, военных. Я такой, вау, вот это круто, блин, такой, типа, вот это ништяк. Я вот прямо после этого, у меня что-то перевернул в сознание, стал рокером, я ходил, короче, а другую компанию у меня не было, кроме гопников моих. И потом я узнал, что у нас в подвале панки тусуются, я к ним стал ходить. Я такой, ма, я гулять, ну, типа, с чуваками, с этими. А он такой, ну, окей, я к панкам ходил, там, раз, и сижу там с ними, там. Они там клея нюхают, а я такой, я просто сижу, я вообще ничего не так, я такой, просто такой, вот я в подвале, как мои кумиры, там. Кранжуху, там, Нирвану, он услышал, потом стал слушать Bad Revision, Green Day, Спринг, как раз у них вышли первые альбомы. Вот там был вообще просто взрыв. Ну, я до сих пор люблю, кстати. Ну, круто, что ты застал вот эту тему с Тушинским аэропортом. Это вообще жесть. Такого не было. Вот если бы я не жил в Старгино, я бы не знал, наверное, об этом. А я жил в Старгино, и где через реку это все проходило. И это было круто, вот то, что мне так повезло, да. Мы когда ездили по штатам, нам... Кстати, вот это я бы с радостью вообще послушал про... Вот, у них две трети, это Slow Down, и если ты... Если у нас ты пускаешь больше разрешенного Slow Down, то ты платишь штраф, и многие организаторы, естественно, проще заплатить штраф, который меньше, чем прибыль... И набить побольше людей. Конечно. Вот, то там ты так не можешь делать, потому что ты сразу отправишься в суд, потому что у них провалился второй этаж один раз, и погибло количество людей, которые и на втором этаже были, и на первом. Так как в целом вы покатались? Я смотрел документал, как раз вот там... Ну, там небольшой кусочек был, плюс у вас там, по-моему, камера проебалась в каких-то городах. Нас ограбили. А, украли. Нас украли, все, в Далласе, и фотоаппараты, камеры, и все, что было там. Мы в Вене ездили, да. Венчик, да. 44 дня мы там были. И Венчик обнесли, то есть. 50-й день и обнесли, да. Пошли в это кафе есть и смотреть, что мы будем делать в течение недели, когда у нас будет day-off. И тут Трэвис такой, типа, ну, я пойду в автобус, короче, потом возвращается, и начинает орать. Мы с ним пошли в автобус. Он заходит в кафе, подходит к нам и говорит, так, что за шутки, где моя сумка? Мы такие, в смысле? А у него, он водитель, и у него сумка впереди стояла. Он, типа, подошел, увидел, что ее там нет. Он говорит, где же ты, что, спрятали, что ли, что, прикалываетесь? Какой прикалываетесь? Мы такие, блин, Трэвис, иди в жопу, короче. Мы тут смотрим, типа, куда нам лететь, там, где отдыхать. Он такой, и он такой отходит, так пятится, встает, посмотри, в кафе и начинает орать. Как в кино. We were stoned! Блин, она типа, такие, типа, что ты орешь? И камера пробежается. Да, 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 да. Понятно, что дождь пошел. Огонь горит. А вы с кем утролили? С The Pretty Reckless и английская Heavy's Basement. Ну, типа, на разогреве. Они уже сейчас, да, они уже немножечко проопались. Хорошие, глупые. Были хорошие, да. Слушай, там, на Pretty Reckless такие мальчики ходили, которые Леню хотели у нас украсить со временем. Очень им Лене нравилось. Да, влюбил. Леню, да, можно попробовать. Так же в России. Я пошла такая в барчик, типа, а до этого мы шли из магазина, а там Хэллоуин же, типа, на канале был. И я там все, тарилась, черепа, черепа. И мы шли из магазина, и стоит такая огромная-огромная толпа подростков, а там же еще такие мексикосы, кайфовые, такие прям все такие. Я такая, о, похоже на автограф сессию какой-нибудь Аскин Александрии. Мы такие, проходим и плакатик автограф сессии Аскин Александрии. Ну вот. Я покупаю свинцо, поворачиваюсь свинцом и упираюсь в такой большой-большой живот такой. Такой рубашкой розовой. Такой, вот так застегивается. Я понимаю лицо, а этот чувак из Аскин Александрии, он как раз вот, как его? Дэнни, вокалист? Да-да-да, варсну. Варсну, да. И он такой, варсну. А у них это нормальная тема, то есть чуваки приходят просто в бар на концерт, их никто там не мучает. Они спокойно в баре сидят со всеми там ребятишками, смотрят концерт. Самое главное ощущение, когда мы туда попали, что ты попал в декорации фильмов. Ну, то есть ты как будто ходишь. Все, что ты видел в фильмах. Я была в кафешке, где снимали этот... Дело даже не... Первая часть про вампиров, сага-то это как ее? Взумерки? Да-да-да. Ну, смотри, мы попали туда прямо на самом пике. У нас был пик в тринадцатом году наш взлет, когда пошел у нас с первого альбома. Вот это был самый-самая высокая точка. Подожди, а сейчас? Ну, сейчас... Вы же сейчас больше собираетесь. Немножечко такое, как бы... Нет, если сразу... Как сказать, тогда был просто... Был, да, вот пик вот этого самого подъема, потом поровнее пошло. Мы еще были, типа, фрешменами тогда, типа, модные игрушки. Не русским роком еще, как вы сейчас нас называете. Вы, вы. А в сессии на фестивале длилось 4 часа. Мы 4 раза убегали пописать. Где? Потому что это было просто... А, ну да. Тринадцатый год. И тогда мы поняли, что мы тоже сидели с такими глазами, ну, наслышавшись о том, что там одни говнари, пьяные панки сейчас у нас будут блевать. Ну, вот, кстати, вот это был поворотный момент, когда мы поняли, что... Я вот понял, что на меня не дыхнул перегаром даже ни один чувак. Ну, один там какой-то с пивом подошел. И все остальные такие очень приличные люди, там, взрослые, с детьми, семьи. То есть для них это просто сходить, проветриться на концерт. Не-не-не, мы сейчас говорим про нашествие. Автограф Сейсмон, А, про нашествие? Уси перескочил. А я в Америке еще мысли. Да-да-да, сейчас мы вернемся. Да, у нас же там были солдаты, вот. И, короче говоря, мы на фоне вот этой вот всей истории мы уже привыкли к большим залам. То есть мы прилетаем и попадаем в условия, когда ты на разогреве, ну, типа, прям... Как в самом начале. У нас Луси, типа, это как будто в девяностые, да, там, ну, у меня, там, у Уси-то позже пришла, как будто девяностые в трактор боулинг попала, знаешь, там, то есть ты все это сделаешь сам, у тебя нет техников, там, которые тебе помогают, за тебя, ну, там, и ты выступаешь, сзади тебя завешанные барабаны полностью хедлайнера и став. Там такое у тебя место для того, чтобы постояла такая... Первый же клуб был в Афориде, Джексонвилл, город, там был... Клуб назывался Рэббит Холл. Рэббит, ну, да, такая, да, жопа кролика. Там была вообще... Так оно и было. Мы приезжаем к клубу, смотрим, чуваки там на улице собирают установку, там, а это были Хэллис Бэйсмэн. Мы такие, а что, типа, прям на улице там? Там в клубе места нет, посмотрите, сходите. Там не было гримерки вообще в клубе, вообще нет. Типа у них там нормальный порядок вещей, когда группа собирает свой стаф во внутреннем дворе, знаешь, Когда у тебя 35 градусов температура, это бедно. Ну, там, в сентябре это во Флориде. Удивительно. Мы такие, окей, ладно, заходим внутрь, а там, типа, просто, я не знаю. Кабак, да, маленький. Не знаю, может, как эта комната, наверное, чуть побольше. Наверное, как две твоих комнаты, типа, вот это весь клуб. И подъезжает автобус протирает класс. Да, подъезжает черный, огромный, вот этот, классический, с огромным притевом. С, наверное, надлайнер, да, надлайнер, который выше этого клуба. Мы такие, мы такие, ааааа, там, прикалываться, а эти, типа, чуваки, англичане, они-то корректно, они воспитаны лейблом, что там, знаешь, на хедвайнеры не смотреть, там вот это вот, знаешь, не шутись. Потом где-то к середине тура подходили, уже такие, то есть у них вот эта спесь звездная, она немножко подспала, они подходили такие. Спесь, сейчас бы Артем Хорев сказал, такое слово не использовал. Где ты взял такое слово? Первый же клуб, там человек 200, наверное, да, мы такие приуныли, думаем, ну, блин, ну, что-то как-то это, потом второй город, что-то там тоже немного, там курочки ходили около заведения, там китайский ресторан был рядом. И Трэвис, типа, показал им, типа, видосы наши, уже записанные, там, битки, вот эти арены, где люди жгут феера, типа, там все вот так вот, слэм, они такие, они такие, они, типа, посмотрели, да, такие, черт, ну, типа, депрессонули немного, ну, думали, там, может, пионерия какая-то с ними есть, и такие говорят, ну, сейчас в Лос-Анджелес приедем, там будет sold out, и вот тогда вот мы узнали, что такое sold out по-американски, потому что, когда в Лос-Анджелесе мы вышли на сцену, мы увидели, конечно, полный зал, это было больше, чем везде, ну, полторы там, House of Blues, да, полторы тысячи там было. я знаю. Но при этом это не выглядело, как у нас sold out, когда все вот так вот. Там его закрыли уже. И потом нам объяснили, что вот с целью безопасности там sold out и такие. И вообще, в принципе, как бы этот тур нас очень сильно дисциплинировал, наши эти все, поумерил, поумерил мне наши вот эти вот там. Это всегда крутой опыт, когда ты немножко возвращаешься к прошлому и вспоминаешь. Сами все коммутируют аппарат. Здесь даже нет такой темы. А там все четко, там написано. Там лайнап написано. Там лайнап написано. Там лайнап написано. Есть stage manager. Он стоит и говорит, вот у вас выход в 7 часов вечера. Я успел отчекаться. Успел отчекаться. А что они прям прогоняют или что? Нет, просто ты должен выйти, короче. А нет, а я имею в виду, если ты, допустим, там задержался на сцене. Снимут в туру просто тебе. Если будешь задерживаться. Все, быстро. Ну, просто предупреждение сделают, а потом скажут, ну, ребят, вот так-то. Стравис всю дорогу нам прислал, во-первых, инструкции, как надо себя вести в Америке правильно, и все не так. Какая-то не пьющая страна. Ты не пьющая страна. Вы, скоты, русские алкаши, а мы все время там перед концертом ликер-стор, ликер-стор. Ну, там, ликер-стор продают, там был уходной, и там такой залив щей был на улице. Это просто... Автобусы привозили. Автобусы привозили малолеток, которые с этими вот свароками. Пати-бас. Пати-бас. Домохозяек привезли. Вот это была самая страшная картина. Просто вывалятся в парк такие, тетушки такие, просто кому за 35. Вью пчелок. Мы такие, че, блин, че там Америка какая, там зеленая страна. Мы типа здесь играем, такой клуб-клуб там, нормально. Здесь через дорогу Fallout Boy прям играют, там что-то на стадионе еще кто-то играет. Круто-круто-круто. Заливаются щи, здесь огромный этот университет Остин, оттуда все студенты уже синие просто выкатываются на велосипедах. И все вот, и там огромный торговый центр был, он был дико молодежный. Я там познакомила с девчонками, краску на концерт для волос приносили. У вас альбом, кстати, вышел на английском, это потом было, после тура, по-моему. Это было как раз... А вы с ним и были, точно. Да, поддержка этого альбома. Но он промутировался там в Штатах. Да, нормально. У нас, мы же участвовали в национальных хит-парадах всяких. Да, мы, кстати, там Heaven's Bassman как раз и победили, а потом с ними познакомились. Наши песни были между Корн и Listen Chains. Мы что-то на радио в Чикаго ходили, это было очень круто. Вообще, настолько... Нас крутили на радиостанциях, там много, очень много местечковых радиостанций. Везде. Кэр-вью, вот это вот, типа, вот эти, Крок там вот эти вот. Акустику там играли даже. Это не местечковые, это самое крупное. Нет, Кэр-вью это, да. Нет, они, какие-то подразделения везде есть. Кэр-вью это Лос-Анджелеск, нас там крутили даже. Это самая крутая рок-радиостанция, и нас там крутили. А что говорили вообще, какие отзывы, что-нибудь там? Ну вот Никис Икс написал в своем твиттере, что он слышал Апдэ, Луна. Клип, клип, клип. А, видел, Виво, Виво, да. У них там типа Виво, это как Ютуб, только местный. Мы такие, ой, что если там прием? И он написал твит, что ему очень зашел, типа... Типа чек-аут там, Луна. У нас, типа, мы даже сделали скимшот. Сфотались там с Винни-Полом в Далласе. После того, как нас ограбили как раз. Короче, нормально. Мы там... Приходили женщины в ковбойских шляпах. Нам предлагали там остаться, типа, мы были настолько ответственными людьми, но сейчас бы, я не знаю, что мы отменили концерты в Нью-Йорке и в, мать его, Бостоне, и поехали во Владивостоке и Хабаровске. Потому что нас там ждали, и там продавались билеты, и... Мы не могли пересетать. И мы не могли перенести, и мы такие, ребята, прощайте, мы в Вашингтоне сыграли последний концерт. Я бы сейчас же хотела в Нью-Йорку видеть. Так, ладно, в Лечу в Хабаровске. Мы такие, ребята, мы не можем четыре концерта последних сыграть, такие, блин, вот нас там ждут, нас там, типа, вот ждут люди. Это организатор, друзья наши, типа, подводили. Мы стали подводить. Потом не пробовали как-то возобновлять там. Пробовали. Ну, уже как-то не получается почему-то. Мне просто интересно, как там воспринимается вообще русская сцена. Ну, то есть... Они узнавали о том, что мы русские только после пятой песни, когда я начинала разговаривать. А можно английским пели. А было забавно, когда они были в Чикаго на радиостанции, звонили слушатели, такая, это из какого штата, типа, ну, то есть они думали, ну, типа, это что? Это типа инвест момент или что там? Как мне говоришь, у тебя калифорнийский акцент. Это, конечно, там же слишком много армян. Я самую главную мысль не сказала, которую хотела сказать. Вот, давай завершим. Я что-то говорила, я сказала про то, что ты был на съемках с Аевой. Я хотела сказать, чтобы был бы крут, ты говоришь, вот типа движух, который, типа, вроки нет как таковой. А мы вот, например, с Леней, из тех людей, которые очень давно мечтают о том, чтобы у нас было так, как вот, ну, я не знаю, тоже премию EMI какой-нибудь смотришь или премию MTV, когда там в одной движухе и Билли Алиш, и Металлика, и Корн, и Форел, и, я не знаю, там просто и Фивер те же самые в костюмчиках стоят и получают премию. Вот было бы круто, на самом деле, если бы все честные какие-то творческие личности такие, потому что я отлично знаю, что Айова, они очень, они очень тоже вовлечены своим творчеством. Они реально это делают искренне, очень круто делают. Но это поп-музыка, да, они там бэээээ, они как-то. Ну, вон мы с нервами скооперационируем. Нервы, да. Короче, да, я полностью согласен. Поэтому было бы круто, если бы именно музыкальные, вот-вот-вот... Даже вне музыкальных. Да, да, да. Это могут быть какие-то актеории. Именно как бы... Даже такие люди, как Юра Дудь, которые действительно делают очень много таких объединяющих каких-то движений, они реально бы вот могли бы вот создать ту как-то как-то Россия будущего. Да, я, конечно, не берусь говорить таких вот... Я человек очень циничный в этом плане, ну, такой мизантропичный немножко. Вот, поэтому... Ну, в тюрьме, когда будем сидеть, вот все там... Я там буду глазом. Все там мы окажемся. Кооперируемся. Вот, поэтому... Я тебе пару попу будет говорить, а я говорю. Все, все. И такая... И такой... И такой сидит, и такой мизинчик каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok